Ровно 60 лет назад на космическом корабле «Восток» был совершен первый полет человека в космос. Сегодня Международный день космонавтики. Глава Республики Рашид Тимрезов и спикер парламента Александр Иванов возложили цветы к памятнику первого советского космонавта Юрия Гагарина. Юбилей в этот день празднует и Дворец пионеров, и школьников, который для мальчишек и девчонок распахнул свои двери ровно 60 лет назад. Александра Коваленко подробнее. Полет к звездам. Прорыв в освоении космоса после фразы «поехали». Это исторически значимое событие для всей России произошло именно в этот день. 12 апреля с космодрома Байконур был дан старт первого полета человека в космос. Облетев земной шар, полет длился 108 минут, и, катапультировавшись за несколько километров до Земли, Юрий Гагарин благополучно приземлился в одной из деревень Саратовской области. Имя Юрия Гагарина узнал весь мир. Досрочно космонавт был удостоен звания майор и звания Героя Советского Союза. День космонавтики впервые был отмечен спустя год после первого орбитального полета вокруг Земли. Традиция празднования остается и сегодня, которую поддержали глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов и спикер парламента республики Александр Иванов. Именем Гагарина называли улицы, проспекты, здания. Город Кжас, где родился и жил летчик, в 1968 году был переименован в его же честь. В 1960 году, 12 апреля, знаменательное событие произошло и в городском доме пионеров и школьников. Для мальчишек и девчонок свои двери распахнуло новое, просторное здание, которое вот уже 40 лет носит название имя первого космонавта. В середине 30-х годов здание располагалось на улице Почтовой. Сегодня это улица Горького в Черкесске. Когда началась Великая Отечественная война, кружковцы активно поддерживали солдат, выступая на мобилизационных пунктах перед отправкой призывников на фронт, давали концерты в станицах и аулах, а вырученные средства направляли в фонд обороны. Ни на минуту они не прекращали свою деятельность. В мае 1947 года в Доме пионеров работали пять кружков. Музыкально-хоровой, литературно-драматический, растеневодство и зоологический. Эти секции посещали тысячи школьников. Все эти годы мальчишки и девчонки ютились в старом здании. Дети, которые мечтали получить красивое здание, после войны у них не получилось, но 12 апреля 1961 года им посчастливилось, им дали такое замечательное здание, где детки продолжили свое обучение. И уже на протяжении многих лет обучаются детки. Сегодня в Центре культурного развития имени Юрия Алексеевича Гагарина работает 21 объединение. Свой досуг проводят 1200 мальчишек и девчонок, проживающих в Черкесии. Улыбки, радости согревают дети, которые посещают нас с теплотой. И наши преподаватели с теплым сердцем принимают их. Александра Коваленко, Мухаммед Ошибоков, Вести Карачаева, Черкесия. Субтитры создавал DimaTorzok